Всем привет! Сегодня у меня будет влог с Межигория. Я тут раньше не был, первый раз решил выбраться. Сегодня воскресенье, конечно, не самый удачный день мы выбрали для того, чтобы тут погулять, потому что очень много народу. Вот на обочине припаркованы машины, и вот эта вереница тянется, это, я не знаю, километр, если не больше, наверное, очень много народу. И это вот то, что машины припаркованы, еще куча народу идет. Вот смотрите, это сзади валится, и спереди там точно так же. В общем, непонятно, как это все будет, но радует, конечно, то, что там большая территория, и, возможно, как-то все эти люди рассосутся, и будет не так напряжно. Смотрите, какая очередь на вход. Это пипец. Вот там аж где-то кассы, и вот это все нужно отстоять. Ну, надеюсь, что тоже оно тут быстренько будет двигаться. Ну что, мы уже зашли, слава богу, очередь быстро продвинулась. Может, минут пять постояли. Здесь вот при входе карта, здесь можно посмотреть, какие-то места, куда вы хотите попасть. Ну, это показывает, да, чтобы примерно вы понимали, какая здесь территория по размеру. Тут у нас Аннет и Максимилиана уже стоят. И движемся дальше. Смотрим, что тут интересного. Здесь вот такие экскурсионные электромобили. Но мы будем пешочком ходить, тут все рассматривать не спеша. Кстати, очень тут так приятно. Прохладно. Конечно, тут под деревьями, не знаю, как дальше будет, но вначале хорошо. Огромный забор такой. Вот тут даже зоопарк есть где-то. Вот, смотрите. Прикольно. Сладковато. Так, а что здесь застопорилось? Что такое? Ворота, смотрите, какие. Все прямо в золоте. Видите, какая красотища. Ой, розы, смотрите, какие красивые. Вообще красотища. С этой стороны, с этой тоже. Народу, конечно. Видимо, невидимо. Ой, ну красиво, конечно. Здесь прямо все в зелени. Такие разные деревья. Красиво все так подстрижено. Мне очень нравится, конечно. Здесь озеро с уточками. Ой, смотрите, там даже лилии цветут. Или как они называются? Лилии, да? Вот эти беленькие. А там рыбы. Смотрите, какая белая рыба. Ничего себе. Ого, сколько там рыбы. Жесть. Вы видите, сколько там рыбы? Я в шоке. Нифига себе. Они здесь прямо стаями плавают, смотрите. Ничего себе. Круто. Ой, вот такая рыба-зебра. Ой, что-то мне кажется, что это видео будет длинным. Потому что как-то, наверное, не получится, знаете, снять чуть-чуть того, чуть-чуть того. Здесь все хочется поснимать. Очень красиво, конечно. И мне нравится, что не жарко все-таки. Как-то вот ветерок или так сделано из-за деревьев, может быть, сквозняком. Потому что вот как-то продувают. Длинное деревья жасмина. Тоже такой крупный. Крупные цветы. Вроде жасмин. Ой, может, это и не жасмин. Не знаю. Цветы похожи на жасмин. Но особо не пахнет. Ого, стена такая. Ой, и там такие красивые лилии. Есть разных цветов. Белые, розовые. Вот здесь, смотрите. Такой прудик, да, с уточками. Очень красиво. Смотрите, боже. Прямо кажется, что сейчас черепаха тортил отсюда вынырнет. Двигаемся дальше. Так, здесь какая-то орейка у нас. И смотрите, сделана арочка такая. Видите, из листьев. Похоже на листья дуба. Не знаю, конечно, это дуб или нет. Но у дуба, мне кажется, такие листья. И вот так, видите, переплетено. Дальше выходим вот в какой-то парк. Здесь куча-куча дорожек, аллеек. Там какие-то ступеньки. Я, кстати, признаюсь, что не очень хотел сюда ехать. Ну, вообще раньше, да. Это же получается там с какого? С 14-го, с 15-го года сюда открытые экскурсии. И мне почему-то не очень хотелось. Ну, я не знаю, мне кажется, это вот как-то такое ощущение, как вроде ты домой к кому-то идешь. Ну, то есть, не знаю, почему я не горел желанием сюда ехать. Но у меня вот на работе девочки были одна, вторая. И прям так это расхваливали, что тут такая красота. Это вот в прошлом году, что и ни Аня, ни Максим тоже ни разу не были. И вот мы все-таки решили, что, наверное, нужно поехать и посмотреть, раз все так фалят это место. Ну, тем более, тоже такая замечательная возможность снять видео, показать вам. Ну, вот пока что мы тут зашли, чуть-чуть прошлись. То действительно, конечно, очень красиво. Территория огромная. И я думаю, что тут есть что посмотреть. Мы уже поднялись на такой помостик. Смотрите, какая красотища. Туда можно спуститься по ступенькам. Говорят, что вот эта штука специально для того, чтобы жарить мясо. Ну, типа как гриль, да, или вот что-то такое. Забабахали нехило. Не знаю, конечно, насколько это правда. Ну, похоже на то. Вот там вот, наверное, типа как печка такая. И с противоположной стороны у нас тут открывается потрясающий вид на Киевское море. Вот это синее. Это все Киевское море. А внизу тут у нас водопады. Смотрите. Красиво, да? Как борная река. Сейчас везде там походим. И внизу. Все посмотрим. Ой, ну тут вот это то, что мне нравится, конечно, то, что ветерок. Да, вообще не жарко. Здесь вот тоже очень красиво. Домик такой напоминает, знаете, карпатские вот эти домики. Такие деревянные, где-то букавелин. Только он очень огромных размеров. Не такие, как там, миниатюрные. И с этой стороны тоже такой вот потрясающий вид. Тоже прудик небольшой. Фонтаны. Такая вот лужайка. Скульптуры с какими-то древнегреческими баганами. Все в цветах. Субтитры создавал DimaTorzok. Ой, смотрите, золотая рыбка какая. Утки. Ой, а утки их кусают. Круто. Ого, вот эти оранжевые вообще такие яркие. Мы уже немножко проголодались. Я взял себе вот такое мороженка. Чернитка и ежевика. Видите, снаружи такое, как замороженный сок, но что-то среднее между глазурью и замороженным соком. Ну, больше похоже на замороженный сок. И внутри белый пломбир с ягодами. Вкусненькая. Но цены, конечно, такое мороженое 60 гривен. В магазине я не знаю сколько, но гривен 15-20 бы стоило. Цены, конечно, такие. Нехилые. Но все равно, знаете, так хочется погулять тут, скушать мороженку. Поэтому выбора нет. Приходится платить. И тут мы выходим еще на одну смотровую площадку. Это такой вот балкончик с видом на Киевское море. Уже поближе у нас Киевское море будет. Красиво тут, конечно. И оно уже вот прям близко-близко. Смотрите, как. Внизу, конечно, тут страшновато. Прям такой вот обрыв. И я понимаю, что мы сейчас стоим тоже вот на таком балкончике, как там внизу густота. Зелень. Там где-то, смотрите, парусник. Вот. Такая романтика, да. Вот вечером стоять на закате тут любоваться. Такой красотищей. Вот так. С этой стороны тут у нас уже березовая роща. Люди на лавочках сидят, отдыхают. Здесь у нас переход на какой-то другой уровень. Смотрите, забор такой мощный, с воротами. Тоже все в золоте, по традиции. Но тут уже такое немножко обрезшее золото. А, это, по-моему, здесь поле для гольфа. Да. Это поле для гольфа. Огромнейшее. Тут люди пикники делают. Я, кстати, тоже хотел взять покрывальца, чтобы мы так посидели. Видите? Мне кажется, очень классно так посидеть тут в тенечке, порасслабляться. Ну, так как мы тут первый раз, то я понимал, что сидеть просто так в тенечке на покрывальце, отдыхать нам вряд ли захочется. Потому что хотелось походить, все посмотреть. Ну, тем более я знал, что я буду видео снимать. Вот. И ради того, чтобы там полчаса или час посидеть на покрывальце, потом таскать его с собой не очень не хотелось. Поэтому в итоге я решил покрывало не брать. Ну, а вообще, конечно, мне кажется, тут очень классно так прийти именно с покрывальцем. И в тенечке полежать. Здесь, смотрите, какие огромные деревья. Я не знаю даже, что это за деревья. Вот прохладненько. Очень круто. Смотрите, какая лейка потрясающая, да? Очень красиво, конечно. Приятно. Хорошо. Может, в следующий раз как-нибудь выберемся с таким уже именно отдыхом, да, как пикник. Посидеть, порелаксировать немножко. Здесь вот тоже люди, видите? Здесь посреди поля для гольфа такое вот озеро еще одно с лебедями. Тут они подплывают, наверное, привыкли, что их кормят, а у нас ничего нет. Их много так. Ой, там вот с той стороны, видите, люди кормят их, так они все туда направились. Кстати, не скажу, что они прямо очень большие. Ну, я думаю, что им здесь неплохо. Хотя, конечно, все равно замкнутое пространство. Ну, наверное, они так уже привыкли. Я думаю, что им нормально и здесь. Ой, ничего себе. Фонтан далеко, но брызги долетают аж сюда. Ну, такой ветер. Так, двигаемся дальше. Здесь вот такая дорога спускается вниз, но мы почти уже спустились вниз. Там должен быть какой-нибудь будыночок Путина. Не знаю, что это за будыночок. Впереди еще ничего не видно, сколько до него идти. И наверх потом нужно будет подниматься опять. Поэтому мы не знаем уже, правильно ли мы сделали. Чтобы подняли, ой, вернее, спускаемся сюда. Стоит ли оно того? Надеюсь, что там будет интересно. Спустились мы уже почти вниз. Вот дальше, видите, указатель будынок Путина и музей автомобилев. Но тут, конечно, так нужно надевать удобную обувь, потому что ходить много. Ну, если вот именно вы хотите ходить, да, и рассматривать тут красоты. Здесь тоже вот какая-то речка, фонтанчик. С обратной стороны гамаки, вот, можно полежать там. Красиво. Ну, мы идем вот туда, к будыночку Путина. Все-таки добрались мы до домика Путина. Здесь, видите, такой забор высоченный. Куча электромобилей. Приехали на экскурсию. Так, и сейчас зайдем, посмотрим внутри. Сейчас, по-моему, с него уже сделали кафе. Вот такой вот светлый камень. Кругом орейки. Ну, в принципе, как здесь и везде. Сосна. Ого, окна такие большие, смотрите, нифига себе. Огроменные просто. Так, и здесь тоже внизу. Речка. А, это, кстати, та же речка, что я вам только что показывал. Просто она аж сюда течет. Вот так. Это мы уже зашли с обратной стороны. Типа, как черный ход, наверное, да? Ну, нехилый такой, конечно, домик. Ничего не буду говорить. Неплохо тут, наверное, было отдыхать. И с этой стороны вам еще покажу. Тоже вот такой вот будыночок. И здесь тоже гамаки, наверное, Путин с Венуковичем отдыхали. Тут наслаждались жизнью. Так, ой. И там кафешка. Сейчас мы, наверное, попьем кофеечек. Здесь вот такой парк гамаков. Мы тут взяли себе кофе. Так, где тут Максим уже разлегся? Я ему несу кофе, чтобы не перепутать. Ой, пожалуйста, господин. Спасибо. Пейтон и обрепайтесь. А бутик? Ну, бутик еще там греют, наверное. Несу бутерброд. Ну, что ты тут еще не заснул? О, вот, это такая атмосфера. Сейчас все мы и перейдем. Блин, так долго делают. На здоровье. Так, все, мне сделали уже кофе. Я тоже хочу на гамаке. Капучино взял себе. Подержите мою кофе. Я просто боюсь, что я перевернусь. А потом же надо, чтобы вы мне подали его. Ой. Ой. О, красота. А! Так, надо делать это без телефона. Ой, все, красота. Я увлекся. Только страшно лежать, конечно. Ты отниматься видишь? Чтобы не это, не перевернуться. Надо тихонечко. Анна с Максимом, он уселись, видите? Тоже кто-то бутерброд точит там. Какой тебе? Ага. Не, нормально. Надо просто улечься и держать равновесие, чтобы не перевернуться. Гамачный городок. Там люди качаются. Здесь вот девчонка, как на качельке. Так, а тут кто у нас жуе. Дайте мне поездить. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Зашли в музей автомобиля в масках, потому что находится в помещении, нужно носить маски. Сейчас посмотрим, что тут за машинки. И сразу у нас тут Мерседес возле каждого автомобиля. У нас здесь год выпуска, название, ну и какие-то технические характеристики. Ого! Вот это, конечно, крутой такой, да, кабриолет с откидным верхом, экспортивный такой, это круто, конечно. Сейчас это одна лошадка в машинке. Это, конечно, круто. А вот это в такой бы покататься, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, а здесь у нас страус. Ага, лапы как копыта вообще. Я никогда в жизни не видел страусов, кстати, живьем. Такой огромный. Сейчас прыгнет. Ну, лапы у него, конечно, вообще. Они могут этими костями, наверное, даже защищаться. Ну да, они могут. Смотрите, какие. Ой, не костями, этими когтями. Ой, там он еще. Это самец, наверное. Там он самка дальше, она какая-то маленькая. Такая более воздушная такая. Ага, леди, леди. Леди, леди, да. Ой. Не поймайте меня, мне аж это. Аж стройно идет. Такая, так, что тут такое? Сейчас я буду разбираться. Перья, смотрите, такие густые. Вообще, столько там этих перьев у нее. Или у него тоже. Ой, смотрите, под крыльями у них там прямо сразу кожа, как у курицы. Видите, такая. Только какого-то серого цвета. Ага, да, на сфинксов готов. Такое не очень приятное. Такое, конечно.